Ладу Гранту Седан Кориандр, но не Борнео, кориандр тоже пойдет Классик 24, а вы знаете, чем отличается Классик от Классик 24? На Классик 24 есть подушка безопасности для водителя Стоимость 970 тысяч рублей за наличку И по госпрограмме где-то 792-791 тысяча рублей составляет Восьмиклоп 1.6, 90 лошадиных сил Электроусилитель руля имеется В этом автомобиле кондиционер Да, и посмотрим, что под опом Такой автомобиль вы сможете приобрести в автосалоне Лига Авто Вся подробная информация в ссылке в описании к видео У ребят постоянно обновляется площадка И, соответственно, варианты появляются интересные Как в авто, так и новые Вот, пожалуйста, место расположения этого автосалона Новые авто стоят, китайские И, соответственно, вот где вы видите надпись продажа Все вот эти автомобили на продажу Первая автодорога Орловское кольцо И вот здесь, ребята, новый Манджаро, кстати Вот такой стоит Сейчас уже возвращаясь к обзору Ох ты, это что за колоритный паренек? Привет, как дела? Ну что, мужик? Как твоя жизнь собачья? Хорошо? Хорошо все? Ну ты откормленный? Ты откормленный, я смотрю? Все хорошо? Что скажешь про Ладу Гранту? За миллион рублей? Одобряешь? Нет? Вот такой песер сегодня поможет мне в обзоре Ну что ж, я тебя отпускаю Давай по своим собачьим делам Шуруй Классный пес Неожиданно появился И также неожиданно, наверное, исчезнет Что-то у него очень хитрый, умный взгляд Какой-то у этого пса Вот он, такой красавчик Так Продолжаем, друзья Немножко отвлечения какое-то произошло Позволили себе немножко расслабиться Вот такие ключи, друзья Никаких изменений, кнопок нет абсолютно Там центральный замок, понятное дело Есть Но Такая особенность Почему-то этот центральный замок Срабатывает слегка с запозданием Смотрите, что происходит Раз Я открываю Обращаю внимание сначала сюда А потом вот сюда Смотрите Открываю Быстро открыл А закрываю Опа Секундная, полтора Где-то Полторы секунды И задержка Вот здесь на закрытии Я не знаю, с чем это связано Открывает нормально А закрывает С задержкой Вот такая особенность Ну что ж Вы готовы Посмотреть на этот автомобиль Во всей красе? А? Вот она Лада Гранта 2024 года выпуска Самое, что у меня есть Новенькое Песель 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 Иди сюда Иди сюда Иди сюда Сейчас ты мне поможешь Сделать обзор на Ладу Гранту Давай А, он что-то там унюхал Ну в общем Его душа Наверное будет с нами Твоя Песель Душа будет с нами Да? На этом обзоре Ты бы себе такую взял Или тебе конуру лучше? И косточку Да? Конурую косточку тебе Ты что такой кроссовчик, а? Ты такой кроссовчик, что ли? Кратконогий Ты почти такса Ну похоже ты смесь С чем-то Твоя мама с кем-то гуляла Да? Получается А папу ты В глаза не видел, наверное Ну ты трехцветный Значит удача На нашей стороне будет Да, друг мой? Ну ты, конечно, упитанный Упитанный И похоже Залюбленный ты Да? Ну что скажешь? А? Про эту гранту Ну что ж Давайте начнем с того, что Аудиоподготовка И остальные дела Только на меня, пожалуйста, не прыгай Ты всего меня испачкаешь Мокрый нос Мокрый, холодный нос Признак здоровья у собаки Четыре динамика Аудиоподготовка Понятно Там уже мультимедиа стоит Салон Ткань Притом она двухцветная Здесь такая ткань Которая не скользит Которую легко почистить Ну износостойкость Конечно Должна быть колоссальной То есть пробеги там В 350 В 400 тысяч Вот эти сидушки Наполнитель Он должен выдерживать Ну по крайней мере Мне так видится Я, конечно, не утверждаю Но Такие пробеги должны На доме Посвечиваться И с сидушками Ничего страшного Не должно происходить Регулировка Вот так В продвальном направлении Имеется Сзади Если вот полностью Отодвинуть Места вообще Не остается Прям никак Смотрите Сюда бесполезно Просто Даже пробовать Садиться Вот как есть Песель чешется Песель с нами Такой салон Подушка Электроусилитель Руля очень корректно работает Справляется Со своей задачей Ну ура Я бы сказал О, все По своим делам Помотал Красавчик просто Что еще Пластик везде дешевый Понятное дело Учитывая стоимость Что-то там интересное Вы не получите к этому Нужно просто быть готовым Как внутри Так и снаружи себя Опа Ну что ж Похоже Они немножко Как-то вот Микро Доработали эту шумку Потому что Дверные карты Вот закрытие Открытие Я не буду говорить Что это как на хорошей И на марке Двухтысячных годов Но Что-то Особенное Такое В этом есть Определенно Гораздо лучше Чем допустим Гранта Первых годов Выпуска Прям Кардинальные Какие-то изменения Это точно Теперь Запуск силового агрегата Ну Во-первых Замок зажигания Да Не очень То есть Вот как ты Вот эту личинку Так скажем Контакт обратно Когда высовываешь Не очень Помягче бы это все Дело происходило Было бы здорово Включаем Зажигание Ну и затем Соответственно Нет необходимости Выжимать Сцепление Тормоз Или чего-то еще делать Просто Проворачиваю ключ Получаю результат Конечно Немножко крутит Стартер И только Что какой-то Есть момент С задержкой Можно так подумать Но потом Вибрации появляются И ты как бы уже Запутался в этом Комке Ощущений По ошибкам И думаешь Вот значит Так надо Вот значит Это какая-то Конструктивная особенность Ну что Такой гудок Тоже интересный Хром Здесь пластик По сути Самый доступный Самый Что ни на есть Народный автомобиль По продажам Друзья На первом месте На первом месте Всегда Грант А потом Веста Потом уже китайские бренды Идут Самый продаваемый автомобиль Друзья Многие наверное скажут Что Алексей В этом автомобиле По сути Нет ничего хорошего А я скажу И ничего плохого В нем нет Он абсолютно нейтральный Вот он По целевому назначению То есть Абсолютно В коня корм Здесь идет И нужно быть Гением Каким-то Чтобы понять Для чего Покупают Этот автомобиль И почему он Лидер продаж Вообще По России Понятное дело Всегда в топе По продажам Висит На первом Иногда на втором месте Ну Сейчас вот На первом месте Потому что Наверное появились Подушки Вот эти все Электронные системы Которых не было Понятно в какой период Сейчас вот так Еще хотелось бы Отдельно Поговорить Про Определенные Проколы Наверное Этого автомобиля Из-за того Что Жесткий пластик Понятное дело Он гремит Понимаете Он Просто Звенит Невероятно В этом автомобиле Если бы он был Мягкий Отсюда бы Собственно говоря Плясала бы Шумоизоляция Но нет Или Не дай бог При ударе Что происходит Да То есть Все вот эти Элементы Они летят Прям к вам Либо же вы К этим элементам Летите Да Жесткий пластик С этим нужно что-то делать Не удешевлять Производство А соответственно Работать на Какие-то Более Высокие Моменты Связанные С тем Что все-таки Этот автомобиль Эксплуатируют же Люди А не какие-то Инопланетяне Если сильно Вы сейчас Задумались По поводу того Покупать Или не покупать Этот автомобиль Ну конечно же Покупать Друзья Потому что Какой-то Альтернативы Вообще нет Ну посмотрите Разве китайские Автомобили у нас Сейчас есть По этой стоимости По сути По госпрограмме Там Может минимальная Комплектация Без скандея Там Без подушки Без ничего Там вообще Без ничего Я на сайте Вроде бы смотрел 699 тысяч рублей 699 тысяч 700 тысяч рублей Новое авто Да На веслах Все Без скандея Может даже Без электроусильителя Руля Я даже не знаю Без подушек Без АБС Без всего Но ведь это автомобиль Это же автомобиль Давайте от этого Отталкиваться За 700 тысяч рублей Вы скажите Что вы сейчас купите Такую-нибудь Навороченную Газонокосилку Согласен Согласен На 50 кубов Новенький Скутер Как вариант Прицеп Можно купить За 700 тысяч рублей Какой-нибудь Супервелик Электросамокат Там который С дальностью Хода В 200 километров 700 тысяч рублей Друзья В сегодняшних Реалиях Самый доступный Что ни на есть Народный автомобиль Где вы еще Встретите такое По сути Учитывая курс доллара Ну пускай там 6700 6800 долларов Хорошо Отправная точка 7000 долларов Посмотрите сейчас Вот Хоть В лепешку Можно разбиться Но за 7000 долларов Нигде не найти автомобиль Может где-нибудь В Индии Я полагаю В Пакистане Там какой-нибудь Супер маленький Вы помните там Баджач Что ли Кота был Что-то типа такого Там Ну это не автомобиль Это какие-то Трехколесные там Коробки Да А здесь целая тачка За 7000 долларов Это же все-таки Автомобиль Это же не какая-то там Карета Эти Лего Многие могут сказать Да какой это автомобиль Алексей Да это даже Автомобилем Назвать сложно Но Опять-таки Отбросив все вот эти моменты Это автомобиль Друзья Все-таки автомобиль На нем будут кататься Будут эксплуатировать Будет Какая-то составляющая Связанная с покупкой Потому что Ты новое купил И вот это ощущение Когда ты смакуешь Вот эти моменты С ним Оно просто невероятное Друга покатал Подруг Дядю Маму Папу Себя Жену Ребенка Кума Это запоминающиеся Моменты жизни Понимаете Если вы же вообще Склоняете В сторону покупки Исключительно Новых автомобилей Он абсолютно Вот прям Подходит Под определение Авто За 700 тысяч рублей Есть и комплектации За миллион сто За миллион двести Даже наверное Максимальные Это уж перебор Там получается Разбег 700 тысяч За миллион двести Если вы покупаете Грант То это разбег В 500 тысяч Это то есть Ну как бы Кузов-то не поменяли Ну что там Колеса будут побольше Мультимедиа будет Кондиционер Климатическая система Там подогревы будут Электроапогревового стекла И все такое Там Четыре электростеклоподъемника Она красивее смотреться будет Но суть-то не поменяется За это переплачивать 500 тысяч рублей Ну такое себе Удовольствие конечно Но кто-то берет И такие тачки Почему бы и нет Так что здесь Нужно понимать Для чего вы берете Этот автомобиль Он прям Ни на секунду Ни для понтов Он никак не связан С тем что Вау смотри Да конечно На штампах Она офигенно выглядит Закатанная В пятерочку В круг На хорошем Таком Приятном Выхлопе С басом Такой Приглушенный Да Да Она выглядит Офигенно Четко просто Но не на пиленных Пружинах Понимаете Так что За 700 тысяч рублей Получается Вот Что имеем То имеем Пока А дальше Думаю Будет видно Все На места Расставит Великий уравнитель Время Самый Наверное Тот самый Автомобиль Который Не любят Вот почему Так происходит Его не любят Но покупают Будь здоров Друзья Рулевая колонка Здесь регулируется По высоте Вот таким образом По вылету К сожалению Нет регулировки Есть Три типа кузова Три У этого автомобиля Это седан Самый распространенный Лифтбэк Самый практичный И универсал Плюс версии кросс Соответственно Немножко В пластиковом весе Приподнятый Все То есть Какой-то другой вариант Рассматривать смысла нет Сейчас появился Спортлайн До этого была Драйв актив И версия спорт Вот мне прям Не терпится Протестить Версию спорт В некоторых режимах Такое ощущение Что автомобиль Как бы подклинивает Но это Обманчивая Схема Почему Потому что Вот порой Он чувствуется Как гидроусилитель руля А порою Как электроусилитель руля Вот попробуй Пойми там И разгадай Что Как Здесь настроено Но в целом Рулежка Конечно же Ноль здесь Неточный Рулежка Непонятная Непонятно Куда руль Поворачивается Где колеса То есть здесь По наитию Управляем По наитию И понимаем Что вот так Это так А так Это уже в другую сторону Вот и все Больше ничего Очень нечеткое Управляемость Что я хочу сказать Но в целом Учитывая все Вот эти Моменты связанные Со стоимостью С ликвидностью С ремонтопригодностью В этом нет Ничего страшного Привыкаешь Можно сказать Что для такого Класса автомобилей Это эталонный Точный руль Но если вы Допустим Пересели С какой-нибудь Даже Ауди Который Уже 25-30 лет То вам покажется Что здесь Откат Так лет Так это На 30-40 Произошел Ну вот Такие особенности Мультимедиа Здесь ничего Но самое дешевое Поставили Поддерживает MP3 USB даже Какой-то желтый Есть AUX Вот Должно быть Должно быть 4 динамика В данном случае Даже есть Пульт управления Так Вот смотрите Видимо еще и Bluetooth Что-то еще Завязано Подогрева По сидениям Нет В максимальных Комплектациях Есть конечно Большой дисплей С навигацией С Яндексом Здесь нет Подогрева Какие-то заглушки Видимо Что-то с установкой Связано Но есть кондиционер Друзья Вы знаете Какая странная ситуация Вот у меня Вчера Друг В общем Папе Они купили Гранту За миллион Семьдесят За миллион Семьдесят Так Комфорт Или комфорт плюс Комплектация Сейчас точно не помню Самое главное Чтобы была подушка Папа говорит Мне даже кондиционер Не нужен И подогрев сидений Главное Чтобы подушка была Я начинаю ему Объяснять Что подушки На автовазе Это не такие подушки Как допустим Даже на Тойоте На Хонде Либо же на Ниссане Они совершенно другие Друзья С этим ничего не поделать Она может не выстрелить Она может выстрелить Неправильно Она может Как-то непредсказуемо Себя повести Но то что есть подушка Это большое успокоение Когда мы видим Надпись на руле Airbag Вот Такие дела Здесь у нас Рециркуляция Но все очень Такое старомодное Архаичное Эти переключатели Но более или менее То есть Зимой В стужу Здесь тепло А летом Будет прохладно Благодаря кондиционеру Вот эти фиксаторы Изменились Сейчас уже Переключение Совершенно другое Прям классно Все прокручивается Здорово И пожалуйста Если захотели Включили кондиционер Задний обогрев стекла Здесь еще заглушки Это максимальных комплектаций Что это получаете И когда кондиционер Включаешь Прямо все Максимально дребезжит Мощность отнимается Прямо Мгновенно У этого автомобиля Здесь у нас Вещевой бокс Находится Полочка Есть даже Интересный коврик В основном Твердый пластик Но что нужно Отдать должное Что подгонка Сейчас более или менее Хорошая То есть Ничего здесь Не дребезжит Не шатается Вот прям Хорошо Хорошо Да Это звонкий Жесткий Неприятный пластик Но все же Педаль сцепления Ну пока новая друзья Все хорошо Пока новая Это прям очень здорово И тормоз Так скажем И акселератор Все прям идеально Пока новая Но пробеги разные бывают Качество сборки Как разницей страдает Допустим Вот Странные вещи Конечно У кого-то Гранта прокатало Там Будь здоров 400 тысяч И вот Хоть одна серьезная поломка Все хорошо А у кого-то До 50 тысяч Практически Развалилось Вот о чем я говорю Это непостоянство По сборке То есть Нет Какого-то Уровня Когда автоваз Взял его И держит Вот вроде бы как Я в комментариях читал Что Буандерсон Однажды Когда был у руля Он контролировал Качество И вот Те гранты Которые были Собраны Когда он был У руля Те гранты Гораздо Интереснее И гораздо В плане Насыщенности Лучше И в плане Качества Тоже на голову Превосходят Другие Гранты Вот Такие дела Что произойдет С коробкой Да что угодно Вообще Вой Гул Она может Располтаться Курица Что-то еще Она может Не подтыкаться Нормально Вообще Включайте Максимально фантазию Все что угодно Может произойти Но сейчас Пока автомобиль Новый Естественно Переключения Четкие Приятно Классно Без Моментов По Тому что Можете огорчиться Здесь Ручник Вот кстати Все закрыли Вот за это Отдельное спасибо Здорово Сюда можно поставить Хороший такой Подлокотник Найти Салонное зеркало Заднего вида Без авто затемнения Здесь люстра Светодиод Светодиод ССР Макияжное зеркало Ручка Здесь даже есть Крючок интересный Белый потолок Вот все мягкое Аккуратное Такое И потолок Лучше чем на Весте Его не продавишь Это не какая-то Прессованная бумага Потолок Даже вот эти Крепления Все очень хорошо Сделано Очень хорошо Дальше Электрорегулируемые Зеркала У нас Вот так все Регулируется Зеркала Вот за это Отдельное спасибо Классное зеркало Вопросов вообще минимум Ну и передние Электростеклоподъемники Одновременно Два стеклоподъемника Вы можете поднять И опустить Раньше вроде бы Как только один Опускался Вот так бы я наверное Сел Если бы я сел Сам за собой Ну что по трассе Быстро ехать страшно По городу Более или менее Можно прям Какие-то Максимально Получать ускорение Вот так Дальняк включается Пожалуйста Стеклоотестители Ну здесь конечно По пластику Очень все такое Расхлябанное И самое наверное Что ни на есть Дешевый пластик Здесь борткомпьютер Он указывает Всю необходимую информацию Напряжение Бортсети До заправки Сколько осталось Текущий средний Расход топлива Расход топлива Вас порадует В любом случае Это порядка Где-то 6-7 литров Даже по городу Если сильно уж Прямо не усердствовать И соответственно Где-то около 5 литров по трассе Может даже и меньше Уложитесь Спокойно переваривает Этот бензин 92-й Даже самого плохого качества Стоит мотор Так что не переживайте В этом плане Все отлично Откроем сейчас Капот Свет Противотуманка Регулирование угла Наклона фар Здесь оставили Вот такой момент Потому что кнопку Перенесли На прям багажник А здесь раньше Была кнопка Для открытия багажника Ну все Как обычно Включаем Сейчас давайте Рассмотрим Более детально Этот автомобиль Вот как есть Все вот В этой комплектации Коврики Вот такие Грантон Это все видимо Оригинал Смотрите Какие борты Высокие Борт высокий То есть Здорово Почистить Можно будет Легко Этот автомобиль Капитальный узел Проводка Все таким образом За качество Комплектующих Конечно Иногда переживаешь Потому что Непонятно Из какой партии Как собирали И может все Самый такой Неподходящий Неожиданный момент Развалиться Вот педаль акселератора Я не знаю Они ее похоже Увели через Смотрите Какая педаль акселератора Интересная Как вариант Я допускаю Что такое есть Вот петли Пожалуйста Все смазано С завода Где-то торчат Уж саморезы Понятное дело Не без этого В продольном направлении Вот там барашек Спинку регулирует Все по сути Больше ничего нет Здесь концевик Штыревая антенна Мне просто очень дико интересно Посмотреть на Эту гранту Как вариант Когда сюда поставят Ребята Кулибины наши Двухлитровый Хотя бы Ладно Полторашку Полторашку Турбо На 200 лошадиных сил Как-нибудь И на Шестиступой механике Чтобы все это было Вот по трассе Она будет делать Ваши Новые Испеченные Автомобили Китайского производства Даже никто не подумает Что она способна На это Вот это будет Бешеная Заряженная Гранта Лампочки Тоже очень легко Поменять В этом автомобиле Вот в хроме Гранта По центру Отпись LADA Подсветка Номерного Знака Крепление Для номера Идет Аккуратно Сюда можно Даже что-то Подложить Чтоб он не брякал Основное преимущество Конечно Это багажное отделение Во-первых Крышка багажника Очень легкая Светодиодный Стоп-сигнал Задний обогрев Стекла имеется Аэродинамику Эта автомобиля Продумано Посмотрите Сколько хитросплетений Здесь 520 литров Даже Некоторые Полагают Что 550 Под завязку Если как-то Инженерными решениями Доработать И продумать То можно 550 литров Увести Вот это фантастика Настоящий Народный автомобиль То есть На природу В уехать В деревню На дачу Вот Самое то Милое дело Здесь у нас Аудиосистема Pioneer Как видите Вот так Все Красиво 7 цветов Переливается Все Вот так Пожалуйста Пиковая выходная мощность 4 по 55 ватт Напряжение тока 4 канальный Линейный выход Поддержка формата MP3 Флешка до 32 гига Поддерживается И цветной LCD дисплей Вот так Здесь поменять Лампочек Смотрите Все очень Супер Легко Бац Меняешь Вот я даже Могу вот так Это сделать Смотрите Вот видите Все Секундное дело Поменять лампочку Здесь Все то же самое Войлок Такой интересный Тоже Порой Его Приходится Состригать Когда он так Уже Распушился Максимально Здесь запаска Там крат Инструменты 175 на 65 профиле 14 И что это у нас такое Кама Грант стоит Кама Грант Степень износа Стойкости Интересно Какая у нее Наверное Минимальная В данном случае Почему я так говорю Потому что Такие авто Ложат Уж поверьте мне Шины Не самого Высокого Качества Давайте здесь Посмотрим Штампы И даже Получается Нет здесь Колпаков Тоже Кама Грант 14 175 На 65 Профиле Так Шестая неделя 24 Года И вот Тредвэр Я боюсь Что он С той стороны Так Тредвэр Ха Просто не написано Либо затерто Либо что-то еще Ну в общем Я догадываюсь Что это Кама Отходит Гарантийный срок 3 года И вот Считайте Не 5 лет Не 10 лет Как на премиум Авто Можно катать При условиях Идеальной эксплуатации Идеального хранения Шины А здесь Наверное 3 года 70 75 тысяч И потом На выброс Уже нужно Менять Это как минимум Как минимум Запомните Она не прокатает 5 лет 7 или 10 лет Это точно Вы уже просто Визуально Визуально Определите По протектору Вот здесь Вот здесь Вот эти ламели Они уже все будут Изношены Здесь Не такой Химический состав Этой Резины Каучук Не такой Как допустим Мишлен Континенталь Либо же Йокогама Здесь совершенно Другой подход Барабанные Тормозные механизмы С надписью ВАЗ 2108 Здесь очень хорошо Все виднеется Шумка колесных арок Да, конечно Уже войлок Налепили Все интересно Гораздо Мощнее Презентабельнее Смотрится Ну что ж Давайте еще раз Полюбуемся этим Огромным просто багажником С классной подсветкой Но почему-то она Как-то неровно стоит У кого-то она Вот так на перекос У кого-то вот так У кого-то вот так Вот здесь вот Как будто ее просто Поджали сверху Так надавили И она вылезала сюда Здесь в броне Проводка идет Закреплена хорошо В принципе И голый металл Вообще ничего Нет Одна удобная ручка В принципе Все здесь вот Как видите Ну и крышка легкая Кстати вот эти бумеранги Максимально не помнут Вашу поклажу Видите они Как обычно же Как бывает Они какие-то вот такие Выпуклые Потом у них ставите И они все прям сминают А здесь Как бы продумано Получается Вроде бы мелочь А приятно Что продумали И как-то этот момент Устаканили Здорово Здорово Теперь давайте Рассмотрим подвеску От автомобиля Сзади балка Сзади Очень Долгоиграющая Балка Здесь Проушина Для буксировки Стоит Сазик Здесь запаска Топливный бак На 50 литров Выхлоп Выхлоп Таким образом Устроим Клиренса более чем Достаточно У этого автомобиля Для подавляющего Числа ситуаций Можно Доустановить Самому Задние датчики Парковки Камеру заднего вида Это уже все На авторынке Не особо Дорого Ассортимент Огромный Представлен Поэтому вопросов Все меньше Подгонка По деталям Передний Задний Бампер Все навесное оборудование Тоже просто шикарно Антикор Антигравий Обязательно нужно сделать Здесь у нас Как видите Вот такие брызговики Тоже хорошо подогнаны Понятно Штампы Балансировка У нас вот такая идет В принципе Они могли бы Колпаки Подстать Сделать Как бы Как на Рено Замаскировали Колпаки Как бы Под литье На самом деле Это штампы Колпаки Наокидываешь И как будто Литье Вы понимаете О чем я Как на Рено Логан Вот допустим 20-й 21-й 23-й Логан Стефей Сандера Там Вот из этой серии Что там Сварные швы Все у нас Педнется Так Здесь Детский замок Фиксатор Два положения Чтобы дети Не смогли Открыть автомобиль Изнутри Тоже Твердый Невероятно Твердый Пластик Вот ручки Мне нравится Все открывается Сзади места Не очень много Факт Здесь даже Какой-то QR-код Надпись Made in China Сейчас Большинство Комплектующих Made in China Как вы понимаете Держатель Да Смотрите Вот такие фиксаторы Есть Вот здесь Даже есть И все складывается Сплошняком Есть Где Спинка Разделяется Здесь нет Такого Крепление Для детских Удерживающих Кресел Исофикс Вот здесь Находятся И Якорного Типа Они вот здесь Два Регулируемых Подголовника Центрального Подлокотника Здесь нет Ну вот приблизительно Вот так Все складывается Как видите И можно Поднять Подушку Опа Она тоже у нас Не раздельная Как видите Сплошняком Есть топливный Фильтр До него тоже Нужно еще Добраться Ну вот Такая Шумка Здесь Зато Удобно Все почистить Легко Смотрите На этот Материал С которого Все изготовлено И вот здесь Вот эти Тоже Моменты Пускай Это скоба Которая Сшивает Материал С тканью И все В принципе Вещевой Кармашек Только со стороны Пассажира Вот такой Интерьер У этого Автомобиля Если Сильно Не фантазировать Этот автомобиль Вполне Оправдывает Свою стоимость Учитывая Что он новый Не до конца Все открывается Такие Весла Сейчас Точно Скажу Даже Так Да 24 Год Бор Надпись Вот так Поднимается Все Закрытие Открытие Тоже Дополнительную Шумо Виброизоляцию Обычно Никто не ставит Какой месяц Сейчас посмотрим Январь Февраль Март Агрель Так Или здесь По другому Считается По другому Как-то Нужно Считывать Этот момент Давайте Нижнюю часть Рассмотрим Механический Вы можете Сложить Зеркала Повторители В ушах Вот таким образом Все красиво В хроме Зона остекления Тоже обзорность Шикарная Щетки обычно Сразу меняют Потому что Завода не очень Они просто Трут стекло И соответственно Царапают его Прилично Сюда ставят Заглушки Можно даже На любом Маркетплейсе Такое дело Найти Вот видите Там Какое у нас Окошечко Светлое будущее Здесь тоже Шумоизоляция Достаточно хорошая Дисковые Тормозные Механизмы Спереди Идут Дневные ходовые огни Просто лампочка Рефлектор Галоген Ближний Дальний Указатели Для поворота Все Хром Вот здесь Хром Выштамповки На капоте Можно упоры Поставить Но здесь Просто у нас Такая По старинке Кочерга Итак Вот этот силовой Агрегат 11 182 186 До этого Был Модернизированный Из 90 лошадиных сил Восьмиклапанный Работает ровно Воздушный фитер Здесь находится Антифриз Вышивитель Былочок АБС Есть АКБ Акомовский Нормозная система Реле На управление Даже на газу Он способен Откатать Очень-очень долго Металлическая защита Тоже стоит Заправка Для кондиционера Веночная Снэкс Степлодвиж Здесь уплотнительная резинка И шумка Такой весистый капот Давайте я вам продемонстрирую Нижнюю часть этого автомобиля Вот сюда, конечно Желательно залепить сетку Как минимум И зона риска В пленку Вот здесь Фары по возможности Пленочку вот до сюда можно Вот здесь крылья Зеркала Сюда можно пленку Здесь пленка Ну и где пескоструйный эффект Я думаю, все Остальное будет как-то Излишне В этом автомобиле Фары светят прекрасно Ближний и дальний Вопрос Минимум Бардачок, к сожалению Не закрывается на ключ Вот так он плюхается Подсветка Держатель для ручки Он довольно вместительный Здесь у нас сервисная книжка На этот автомобиль Как видите ТОшка Нулевое Потом первое, второе, третье, четвертое, пятое Будете проходить И соответственно У нас вот, пожалуйста Руководство по эксплуатации этого автомобиля Кому необходимо Сделайте стоп-кадр И можете все Прочитать Здесь выписка из электронного паспорта Транспортного средства Имеется также Здесь подушки нет То есть просто заглушка стоит Надписи тоже нет Все прокручивается Давайте еще раз рассмотрим Нижнюю часть этого автомобиля детально Еще один момент Такой острый, так скажем Меня как-то один друг спросил Леха, я себе хочу взять тачку 23-го года Гранту Что у них там с безопасностью? Я говорю, ну подушки есть Нет, ты меня не понял Что с безопасностью? Как их бьют? И Какие тесты проводят? Я, честное слово, немного растерялся Замешкался Я говорю, как стандартные автомобили Я же все-таки Не посещаю офис краш-тестов Лады Каждый день Но она Хуже среднего Хуже среднего Лады Гранты тем более И поэтому он, как собственно говоря Одарил меня этим Таким Пугающим И оценивающим взглядом Так он при себе Его и оставил Я его переубедить не смог И как-то вдохновить тоже В том, что Это безопасный автомобиль Мы все с вами понимаем Какой это автомобиль И не нужно Наверное быть Каким-то сказочником Чтобы Перевернуть представление Об этом автомобиле С ног на голову Здесь у нас лючок бензобака Рост нефть Рекомендует АвтоВАЗ А как они там плотно Закрывают его Прилично так закрывают Так все выглядит Та щелчка Таким образом По крайней мере О покупке Такого автомобиля Не жалеешь Даже если ты купил И тебе не понравилось Через 2-3 месяца Через полгода Ты можешь сразу продать Еще и дороже продаж Через год 2-3 тоже Выигрыши 5-7 лет Тоже выигрыши Да, она не суперкомфортная Не прям какая динамичная Не Экстерьером Интерьером Тоже не блещет Какие-то технические Показатели у нее Тоже не заоблачные Но вот Возможно она Подкупает своей простотой Потому что Особо ничего не ломается Даже если ломается Это Можно починить на коленке Без Технических знаний Каким Разобраться самому Ну и собственно говоря Вот наверное Основной Момент За который все держатся И Как рабочую лошадку себе берут Она каждый день катает 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 Проблем не знает Так что вот я наверное ответил Почему берут эти автомобили Но не все Будут разделять Конечно мою точку зрения Потому что Для многих Безопасность В приоритете Комфорт И конечно же Надежность Здесь Ни того Ни того Ни того Нет вообще Как Как вам повезет Как вам повезет Какую Партию автомобилей Вы себе Заберете Но опять таки Ничего плохого Об этом автомобиле Сказать не могу Какой-то Деструктивной критики С моей стороны Обрушиться просто Не может на этот автомобиль Конструктивно Да Нужно что-то доработать Нужно что-то Доделать Но На все хорошее Нужно время Поймите Нужно время Вот так По щелчку пальца Это не происходит По щелчку пальца Это у девушки настроение Может поменяться А вот здесь К сожалению Это техничка Друзья Это техничка Это часть За которую Ответственны Многие люди То есть Это не один человек Придумал И не один человек Создал Здесь вещевой бокс Ну Сидушки Да Спинка Подушка Поменяли Вот Немножко Боковую поддержку Увеличили Ну как бы Раньше было не очень По городу катаешься 2-3 часа Спина уже затекает А здесь Как бы Более или менее Сносно Итак Прямой росте В 188 сантиметров Посадка Высадка Ну неплохо все Неплохо тоже С каким-то Таким вот Дребезжанием И Неприятным звуком Конечно Закрываются стекла Поднимаются Но Как есть Так Сейчас я предлагаю Послушать этого Офигенного Молодца Если так можно Сказать На 1.6 90 лошадиных сил Ну Как звучит Вот как может Так и звучит Друзья Паук Прямоток Поставить Будет лучше Возможно Возможно Сильно Прогазовывать Тоже не буду 3 тысячи Я думаю Хватит Новый владелец Все обкатает Прикатает И все Замечательно будет Ну что Минимум Вибрации В салон Проникает Это уже Здорово То есть На пятую точку Тоже там Не сильно Прилетает Тебе Вполне Сносно Сносно Друзья Главное Это Доступность Доступность То есть Человек Облегчает Себе жизнь Вот Идем Автомобилем Не нужно Никуда Прыгать Суетиться Бегать Сел в машину И поехал Здесь У нас Радиальная Цифровка Как видите Шкалы Подчеркнуто У нас Получается Такого Рыжеватого Оттенка Ну как бы Да Понятное дело Что он Тоже на любителя Начинается 6000 Отсечка И поверьте Я уж Крутил На 186 Моторе Что Датсун Он Что Гранд Уф Как они Крутятся Обыграли Оранжевым Цветом Ну хорошо Так И быть В принципе Что еще Здесь Немножко Огорчило Наверное Еще Стойкость Коррозии Немножко Будет Напрягать Потому что Ладно Там где-то Город Миллионник Там 500 200 100 1000 Окей А если Большие Города Ух Реагенты Все Такое Мыть Надо Тачку Постоянно Потому что Буквально 2-3 Зимы И все Она Начинает Прилично Обрастать Рыжиками Вот это Конечно Обидно Когда На новой Тачке Вот такие Рыжики Ты видишь Думаешь Е-мое Вроде бы Жимаю Ухаживаю Но все Равно Гниет И вот Как быть То Прям Сквозь Краску Такая Апельсиновая Корка Либо Тоже Как видите Вот Такой Салон Друзья Этого Автомобиля Получается Тут тоже Есть Китайские Комплектующие Коврики Классные Ничем Не пахнет То есть Они не Супер Дешевые Там Я как-то Помню Друг У меня Брал Тоже Коврики С Маркетплейса Взял Уф И выбросил Кстати Потому что Там Запах Стоял И он Никак Не Выветривал Что Самое Главное Здесь У нас Еще и розетка Есть На 12 Вольт Можно Переходники На Type-C На Type-A Взять Либо же Переходники Под Другие Зарядные Устройства Но поверьте Уж Ноутбук Он не Потянет В любом Случа Здесь Не такая Розетка На 220 Вольт Что Трогание С места Какое Всем же Интересно Отпускаю Педаль Сцепление Отпускаю Ничего Не происходит И потом Наполовину Отпустил Постепенно Постепенно Трогается Включаю Заднее С первого Раза Все Происходит Вот Пожалуйста Вопросов Минимум Друзья Все Произошло Вот Как было Запланировано Все Так и Произошло Так Ручник Глушен Вот так Запуска Кстати Вентилятор Уже Завывает Отлично Все Запустим На Горячую Получается Хорошо Очень даже Хорошо Вот такой Автомобиль Главное Новый Вы же понимаете Что лучший Автомобиль Это новый Автомобиль Что бы там Не произошло С ним Так что Выбор За вами Друзья Выбор За вами Спасибо Что Смотрели Всем удачи Берегите себя Всем хорошего Настроения Огромного Вам везения Друзья До скорого Адьос